МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Казахстан внес огромный вклад в общую победу, торжество справедливости и свободы на земле. Ратные трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам, здоровья и благополучия всем согражданам. Пусть этот великий день напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир. С Днем Победы, сказал глава государства. Традиционный праздничный митинг прошел сегодня в парке Победы Кустаная. Сотни людей пришли к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы и почтить память минутой молчания. Только от Кустанайской области на фронт ушло 75 тысяч человек. Больше половины не вернулись. Расскажем подробнее. Несмотря на то, что со Дня Победы прошло уже много десятков лет, этот праздник по-прежнему остается особенным для каждой казахстанской семьи. Воевали деды и прадеды, в тылу работали женщины. Сегодня день, когда нужно вспомнить их боевой и трудовой подвиг и почтить минутой молчания память о тех, кто так и не вернулся домой. Чтобы выразить дань уважения и благодарность за мирное небо, в Парк Победы сегодня пришли сотни кустанайцев. Целыми семьями с цветами в руках многие до сих пор с трудом сдерживают слез. 79 лет прошло с тех времен, а память о событиях свежа до сих пор. С 1941 по 1945 на фронт ушло более миллиона казахстанцев. А живых свидетелей той войны остается все меньше. Сегодня они пример мужества и патриотизма. И главные герои праздника. От Кустанайской области на фронт ушло 75 тысяч человек. Больше половины погибли на полях сражений. Сегодня в регионе проживает всего 14 ветеранов Великой Отечественной. Список стремительно редеет. 9 мая – это праздник великого героизма, храбрости, доблести нашего народа, его стойкости и силы духа. Почти в каждой семье есть родные и близкие, на чью долю выпала эта война. 79 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но память о ней не меркнет. Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить величайший подвиг и мужество всех, кто сражался и работал во имя Великой Победы. Казахстан с годы войны стал одним из основных мобилизационных центров. У нас были сформированы десятки дивизий, бригад и частей. Те, кто не ушел на фронт, днями и ночами трудились в тылу. Это женщины и дети, люди пожилого возраста. Только в Кустанайскую область было эвакуировано шесть крупных промышленных предприятий, где также продолжалась работа. Люди отдавали все силы ради победы над фашизмом, ради мира на земле. На наше поколение выпало счастливое время. И я горжусь, что родился, живу, учусь в многонациональной, мирной стране. По традиции, возложение гирлянды славы к вечному огню – это зеленый символ памяти и скорби. Минуты молчания почтят память о молодых ребятах и офицерах, о погибших в концлагерях и блокадном Ленинграде, о всех, кто столкнулся с жестокостью фашизма, о всех, кто бросился спасать родину. Сегодня опять у вечного огня много цветов. Красные гвоздики и розы – символ мирного неба и вечной памяти. Любовь Аблашкина, Родион Бабич, телеканал Костанай. Горожане и гости областного центра прибыли в Парк Победы почтить память предков, вспомнить их подвиги и рассказать о них подрастающему поколению. Костанайцы возлагают цветы к мемориалу и поют военные песни вместе с творческими коллективами Костаная. Наш корреспондент Айдана Папанина с места событий. Тысячи горожан сегодня в День Победы пришли почтить память своих предков, в их руках фотографии героев войны. Кому-то из фронтовиков посчастливилось увидеть своих внуков и правнуков. Кто-то не вернулся с войны, но их имена навсегда останутся в памяти людей, а рассказы об их подвигах будут передаваться из поколения в поколение. На протяжении многих десятилетий День Победы остаётся великим праздником и символом подвига нашего народа. К мемориалу воинов Костанайцев целыми колоннами люди возлагают цветы. Они вспоминают героев войны, которые за заслуги перед Отечеством были награждены медалями и орденами. Среди них дочь ветерана Пехозе Бесиналина. Он прошёл Великую Отечественную войну с самого начала, 41-го, и дошёл до Манчжурии. И был он разведчик ТТ-3-3. К сожалению, я не могу рассказать о войне подробно, потому что отец был разведчиком, поэтому он был небногословен. Он имел ранение, вот прожил 99 лет, без двух месяцев 100 было бы ему, но, к сожалению, умер. А мы ежегодно чествуем, продолжаем традицию семейную. Жительница города Мария Мамедова в Парк Победы пришла вместе со своей семьёй. Сегодня они возложили цветы к мемориалу и вспомнили подвиг своего дедушки Василия Миренцова. Мы внуки, они правнуки. Мирное небо над нашей головой, свобода. И память, конечно, о дедушках, бабушках. Молодёжь должна помнить историю и знать имена героев, отметит Сагантай Жасубиев, который также пришёл возложить цветы к мемориалу. Ветеран-афганец и сам когда-то был на войне в период с 1981 по 1982 годы. Те четыре года, которые видели ветераны Великой Отечественной войны, я понимаю их. Поэтому надо всегда помнить о этих событиях, чтобы молодые всегда знали об этом событии и с благодарностью вспоминали своих родителей, дедов, которые положили жизнь в этой войне. Немало сегодня в Парке Победы представителей молодого поколения. Шангас Саруабек, ученик класса Жасарбас, школы-гимназии номер 28, говорит, что подвиги ветеранов останутся в его памяти. Школьник в будущем планирует стать военнослужащим. Девятое мая – особенный праздник. Это День Победы. Мы должны помнить о своих предках. Они проливали кровь, чтобы мы жили под мирным небом. Я хочу в будущем стать военнослужащим, защищать свою родину. На сцене продолжался концерт, посвященный Дню Победы. Выступления подготовили творческие коллективы города. Они исполняли песни военных лет. Горожане вместе с артистами пели и танцевали. В годы войны из Казахстана было призвано более 1 миллиона 200 тысяч человек. Около 600 тысяч солдат погибло на фронтах войны. Казахстанцы принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов. Более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Айдана Папанина, Диар Ахмечин, телеканал Кустанай. Акимобластью Кумар Аксакалов поздравил ветерана войны Касымхана Алдабергенова с Днем Победы. Вместе с 99-летним Аксакалом глава региона вспоминал события прошлого и обсудил вопросы развития региона, а также намеченные планы по повышению качества жизни населения. Всего в Кустанайской области сегодня проживают 14 ветеранов Великой Отечественной войны и более 2000 тружеников тыла. Касымхан Алдабергенов родился в сентябре 1925 года в Камастинском районе Хауле-Талды-Кюль. Затем его семья переезжает в Джуды-Каринский район, совхоз Милютинский, аул Шаликте. Когда началась война, Касымхану Ата было всего 16 лет. Он окончил 7-летнюю школу. Будучи школьником, в 1943 году он был признан в ряды советской армии. Так, Касымхан Алдабергенов стал курсантом пулеметного училища. После обучения Касымхан Алдабергенов попадает в самые ожесточенные бои 1945 года. Он сражался на 2-м и 3-м украинских фронтах. Также участвовал в освобождении Венгрии, Австралии, Чехословакии. Айршанузда. Праздничный концерт, солдатская каша и возложение цветов к мемориалу. В селе Докучаевка Алтенцаринского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. В торжественной обстановке жители и гости поселка поздравили единственного ветерана в Алтенцаринском районе. О том, как проходило мероприятие, расскажем в нашем следующем сюжете. Михаил Михайлович Яковенков – единственный в Алтенцаринском районе участник Великой Отечественной войны. Сейчас он самый молодой ветеран в Кустанайской области, ведь на фронт он попал в 12 лет. Совсем юный солдат по распределению был отправлен связистом в Румынию. Сейчас, вспоминая все тяготы военной службы, Михаил Михайлович не может сдержать слез. И бомбежки были, спрятались, и обстрелы, все было. Особенно последний апрель месяц 1945 года, когда немцы уходили, мы в Австрии были, стояли. Стрельбу подняли, выстрелили, что такое, бежит там радист. Ребята, война кончилась. Это самое знаменитое такое было. Ну и тоже подняли стрельбу, салютовали. Ну и закончилась все война. Символично то, что праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, проходит в селе Докучаевка. Ведь именно здесь Михаил Михайлович проживает уже более 60 лет. Поздравить ветерана войны и тружеников тыла собрались не только жители поселка, но и гости со всего Алтын-Царинского района. Празднование Дня Победы 9 мая именно в селе Докучаево. И это символично, потому что наш единственный ветеран Великой Отечественной войны в Алтын-Царинском районе проживает именно в этом селе. И сегодня собрались многие наши жители Алтын-Царинского района именно здесь, дабы приветствовать и честить нашего ветерана и тружеников тыла все вместе. Еще раз от чистого сердца хочу поздравить всех наших жителей с праздником 9 мая, с праздником Днем Защитника Отечества. И пожелать всем крепкого здоровья. Пусть всегда будет мир на нашей земле. Александр Лукьянович Ребро – труженик тыла. Все свое детство он провел в поселке, который находился под оккупацией. С ранних лет пришлось увидеть голод, холод и самое страшное – боевые действия, вспоминает ветеран труда. А дядька как раз пришел в партизанах, мы жили в одном доме, только в разных комнатах. Пришел в партизанах, лежит автомат, папиша, и две гранаты, и у него цеплены. И он две гранаты взял и продержал. Они не зашли. Сюда мы спаслись. Ну, много могу о чём рассказывать. Но я сюда как попал на целину. В 1956 году призвали в армию. По окончанию праздничного концерта состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу и боевой залп. Затем для всех на полевой кухне была предложена солдатская каша. Завершилось мероприятие «Минута молчания» в память о погибших героях. Как отмечают организаторы, такие мероприятия позволяют не только отдать дань памяти героям, но и воспитать чувство патриотизма в подрастающем поколении. Я хочу пожелать ему долгих лет жизни, чтобы он ещё дольше оставался среди нас, оставался примером для нашего поколения. Наше поколение должно даже пример брать с них. Мы, войны-интернационалисты, тоже поддерживаем вопрос военно-политического воспитания, патриотического воспитания граждан Республики Казахстан. В годы войны на фронт были призваны 1 миллион 300 тысяч казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов Казахстана. Более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В Парке Победы развернули музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Уникальные экспонаты для жителей и гостей города представили сотрудники Кустанайского областного историко-краеведческого музея, а также Департамента полиции. Наша съёмочная группа побывала на выставке в числе первых. В этом году областной историко-краеведческий музей представил около 50 экспонатов Великой Отечественной войны. Как говорят сотрудники, предметами военной эпохи фонд пополняют близкие и родные фронтовиков. Это головные уборы, ремни и даже формы солдат и офицеров. Помимо раритетных вещей, посетители смогли увидеть портреты и ознакомиться с биографией героев войны Рахмжана Кушкарбаева, Султана Баймагомбетова и Алии Молдогуловой. Выставку проводим мы ежегодно. Мы стараемся участвовать во всех крупных мероприятиях, в том числе и приуроченные к 9 мая. Мы постарались, подготовили специальные предметы. Мы хотели бы, чтобы наши горожане, а также гости города смогли окунуться в ту атмосферу, прочувствовать те события, что происходило с людьми в то время и увидеть воочию вот эти предметы. На самом деле это один из самых востребованных залов. У нас даже в нашей экспозиции есть зал, посвященный Великой Отечественной войне. И вот как раз-таки на данном зале застряют больше всего внимания. Очень радуют, что не только более взрослые люди этим интересуются, но и молодое поколение. Часто приходят школьники, студенты. Наряду с областным музеем бесценные экспонаты со своего фонда представил и музей департамента полиции. Это самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Шпагина, ну и, конечно, знаменитый автомат Калашникова, который является самым распространенным стрелковым оружием в мире, включенным в Книгу рекордов Гиннеса. Перед вами уникальный образец автомата Калашникова образца 1047 года. Это оружие было изобретено в глубоком талу Казахской ССР в Алматинской области. Изобрел Михаил Тимофеевич Калашников, который за этот автомат Калашникова получил звание Героя Советского Союза и Генерал-майора. Международная комиссия признана лучшим оружием 21 века. Людмила Алабугина посетила музейную экспозицию в числе первых. Говорит, что подобные выставки усиливают чувство патриотизма, но в то же время навевают легкую грусть. Ведь жительница города является дочерью ветерана Великой Отечественной войны, ныне покойного Виктора Малыгина, который дошел до Берлина. Очень рада, что такую память создали. Большое спасибо, кто это сделал. Какая память детям. Хотя детки не забывают, выступают. Родители стараются напомнить, как и мы своим внукам, правнукам, думаю, донесем. Как говорят организаторы, проведение таких выставок – это не только возможность показать уникальные экспонаты Великой Отечественной войны, но и погрузиться в историю, которая должна передаваться из поколения в поколение. В Костанай прошел ежегодный легкоатлетический марафон «Память», посвященный празднованию Дня Победы. Множество спортсменов вышли на дистанцию с целью почтить память героев Великой Отечественной войны. Забег проходил в два этапа. Всего участия приняли более 300 человек. Подробнее в нашем следующем материале. Легкоатлетический марафон «Память» проходит в этом году в 40-й раз. Впервые пробег, посвященный Дню Победы, состоялся в далеком 1982 году. Регламенты маршрут соревнования за 40 лет практически не изменились. В этом году забег проходит в трех дистанциях. Организаторы марафона – отдел физической культуры и спорта Акимата города Костанай совместно с газетой «Наш Костанай». Одним из первых к месту назначения прибыл Сергей Поликарпов. Имя Костанайского лёгкоатлета знает каждый. Ведь ветеран спорта – один из тех, кто стоял у истоков данного мероприятия. На протяжении 40 лет спортсмен беспрерывно принимает участие в марафоне. «Занимаюсь с 79-го года, 45 лет. Этот пробег бегаю. Сегодня буду бежать 42-й раз. Он официально, да, он 40, года пандемии не проводили, но участники беговые, мы проводили этот пробег. То есть 42-й раз. Ну и мастер спорта международного класса». Стартуют участники с улицы Победы, затем поворачивают на Бородина, Назарбаева, минуя район 2-го Костаная и дизельный завод. Бегут до выезда на Фёдоровскую трассу, а затем обратно. Организаторы отмечают – мерам безопасности в этот день уделяется особое внимание. «Сегодня мы проводим традиционный 40-й забег память, легкоатлический забег. Он проводится ежегодно. Данный пробег организован для почтения памяти наших ветеранов, наших фронтовиков, которые отдали жизнь в защите нашей Родины, показать нашей подрастающей молодёжи, что мы никогда не должны забывать наших предков, что они сделали для нынешнего поколения». Гульмира Молдобекова принимает участие в забеге вместе со своим сыном. «Прежде всего, важно сохранить память героев и показать это на своём примере», – отмечает мама. Также такие мероприятия положительно влияют на здоровье детей. «Мы пришли на марафон с ребёнком, Марзахмед. У него аутизм, это особенные дети. Они все посещают Аманатик, коррекционный центр в городе Кустанай. Мы своих детей хотим вовлечь в спорт, поэтому мы пришли на этот марафон больше для участия и для эмоций. А в будущем будем побеждать». Азамат Дашимов участвует в данном забеге уже не в первый раз. «Такие мероприятия – это возможность сказать спасибо за мирное небо над головой», – отмечает юноша. Несмотря на ветреную погоду, приложил максимум усилий, чтобы достойно пробежать всю дистанцию, – уверенно заявляет он. «Первые эмоции – это, наверное, такое большое масштабное мероприятие, особенно в праздник. Стараемся всегда участвовать в таких, но не всегда получается именно по запланированному времени. В целом трасса очень такая, ну она простая, но есть подъём. Ну и плюс попутный ветер прямо в лицо. А так, в целом, всё круто. У нас есть возможность пощадить память вот таким вот необычным способом. Ну, уже, скорее всего, в будущем будет обычным. А так, в целом, то есть, ну, огромная и безмерная благодарность и уважение нашим ветеранам. То есть, в целом, если бы не они, то, наверное, ничего бы этого не было». Все участники марафона получили яркие и незабываемые эмоции. Для некоторых это был шанс заявить о себе, для других – возможность увидеться со старыми друзьями. Но всех объединяло одно – вспомнить заслуги героев, которые отдали всё ради победы в Великой Отечественной войне. Гузадай Шуакова, Руслан Джабаев, Телеканал Костанай. Накануне Департамент Уголовной Исполнительной Системы провёл торжественное мероприятие, посвящённое Дню Защитников Отечества. В ходе праздничного концерта молодые сотрудники приняли присягу. Почётных ветеранов госструктуры и тех, кто отличился на службе, в свою очередь, наградили почётными грамотами и медалями. Подробности в следующем материале. На праздничный концерт в честь Дня Защитников Отечества прибыли не только сотрудники Департамента Уголовной Исполнительной Системы, но и почётные ветераны, которые на протяжении долгих лет работали в органах внутренних дел и вручили грамоту «Хурмет». Для молодых и амбициозных ребят, желающих пополнить ряды представителей госструктуры, сегодня они являются ярким примером верности своей профессии и искренней любви к родине. В ходе мероприятия начальник Департамента Уголовной Исполнительной Системы отметил весомый вклад ветеранов в воспитании нового поколения сотрудников, которые в дальнейшем будут с честью нести службу. А также поздравил присутствующих с двумя важными датами в календаре. Уважаемые ветераны, коллеги, гости, поздравляю вас от имени Департамента с праздником 7 мая Днём Защитникам Отечества и 9 мая Днём Победы в Великой Отечественной войне. Каждый мужчина – защитник своей Родины и семьи. Дорогие защитники, желаю вам крепкого здоровья, чистого и ясного неба над головой, успеха в делах. В текущем году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы над фашизмом. 9 мая – самый дорогой и почитаемый день для всей страны, для каждого её жителя. Мы всегда будем помнить подвиг дедов и отцов. Одним из важных моментов мероприятия стала церемония присяги. 11 новобранцев в торжественной обстановке поклялись верой и правдой служить Отечеству. Мы дать конституцию законы республики гражданцев. Поздравить молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы с одним из самых волнующих этапов жизни пришли родные и близкие. Хотел бы поздравить всех государствующих, в том числе и правоохранительных органов, с наступающим праздником Днём Победы, Днём Защитника Отечества. Пожелать огромного здоровья всему составу, личному составу, близким, родным, семьям. Пожелать огромного здоровья и свою племянницу с первым её днём присяги. Ну и чтобы мирное небо всегда было у нас над головой. После торжественной части зрителей ждал красочный концерт. Присутствующих порадовали яркими и интересными номерами, а также патриотическими песнями в исполнении местных артистов. Солнце моё, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в плотную. Алмажана Манкильдинова, Алексей Руденко, телеканал Кустанай. Уважаемые телезрители, ну а мы от лица телеканала Кустанай поздравляем вас с Великим Днём Победы. Желаем вам благополучия и мирного неба. На этом у меня всё. До встречи. Великим Днём Победы.